Первый миллион тонн зерна нового урожая собрали аграрии Ростовской области. Это новости региона на Дон-24 в студии Аллы Лактионова. Перевод на русский жестовый язык Таисии Кошелевой. Смотрите в выпуске. Крыша на мокром месте. Запах сырости и плесень давно стали обыденными в этих подъездах. Кто возьмется за ремонт кровли в азовской девятиэтажке? Транспорт не для всех. Повышение цены, конечно, плохо. Почему в Ростове так подорожало такси? Самая главная помощь. Это позволит нам расширить наши диагностические возможности. Бизнес участвует в оснащении роддома в Таганроге передовым оборудованием. Почетна и завидна эта роль. Отбор был довольно-таки серьезный, тяжелый. 25 донских призывников будут служить в Кремлевском полку. Греческий след на побережье Таганрогского залива. Именно он возвел этот особняк для семьи. Как возникло село Маргаритова. Массовая хлебоуборочная кампания стартовала на Дону. Практически во всех районах области, кроме Северных, жатва в активной фазе. Убрано пока около 10% всей площади. Средняя урожайность, как и прогнозировали специалисты, заметно ниже, чем в прошлом рекордном году. С каждого гектара собирают почти на 10 сантиметров зерна меньше. Подробнее об оценке аграриев расскажут мои коллеги. Заморозки и затяжная засуха – вот причина раннего начала жатвы на Дону. Но аграрии быстро адаптировались к новым условиям. Например, в хозяйствах Когольницкого района уже собрали горох. Теперь на очереди ячмени-пшеница. У каждого свои секреты – сохранение урожая. Вот в нашей зоне выпало с февраля месяца 17 миллиметров осадков всего. Пшеница постоянно в средствовом состоянии. Вынуждены три раза кормили по листу, чтобы питали, потому что корень не брал то, что надо, пшеницы. Ну вот за счет этого, можно сказать, выжили. Потом ударили морозы еще. Тоже на беда курили. Но тем не менее, как бы урожай выращен, надо убирать. Для эффективной и своевременной уборки сельхозмашины должны быть в полной готовности. За последние несколько лет многие аграрии воспользовались губернаторской программой и обновили парк комбайнов. А в 2024 году на покупку сельхозтехники из областного бюджета выделили более 800 миллионов рублей. По словам замглавы Донского края, министра сельского хозяйства Константина Рачиловского, сейчас сделано все, чтобы жатва принесла ожидаемые плоды. Влагосберегающие технологии, энергонасыщенная техника, которая позволяет оперативно проводить работы, сорта нашей селекции, которые адаптированы в том числе и к таким погодным слоям. А в этом хозяйстве погодные условия на урожайность практически не повлияли. Сложнее всего прошла уборка гороха, рассказывает руководитель Александр Михайловский. Но этот рубеж позади. Сейчас идет жатва пшеницы. На утро у нас убрано уже 50, больше 50 процентов площади. Ну, урожайность у нас твердой пшеницы, вот конкретно 45 центров гектара. Мягкая за 50, 50, 51 вот в этих пределах. Представители регионального Минсельхозпрода отмечают, ситуация с уборкой стабильная. И вполне вероятно, что урожай будет средним, не выбивающимся из результатов за последние 10 лет. Владимир Корловский, Маргарита Оликулова, Дон, 24, Когольницкий район. К другим темам. Протекающая крыша и грибок на стенах портят не только имущество, но и вредят здоровью. Жильцы девятиэтажки на улице Пушкина в Азове уже много лет безуспешно борются с такой проблемой. Елизавета Кухарева разбиралась, кто поможет решить этот вопрос. Вот. Вот она затечена, конечно, высохла, но ее видно. Осыпается штукатурка, ржавеют трубы и портится мебель. И это только часть неприятностей, с которыми столкнулись жильцы девятиэтажки на улице Пушкина, 108 в Азове. Уже несколько лет они борются с протекающей крышей. Но в последние месяцы проблема обострилась. Запах сырости и плесень давно стали обыденными в этих подъездах. Больше всего страдают жильцы верхних этажей. Но, как видите, влага проникает даже на седьмой. В 2021 году делался капитальный ремонт электрического оборудования. То есть по умолчанию они сделали электрику. И мы видим, что все это как бы течет на эту электрику. И в прекрасный момент это все коротнет, замкнет. Во время дождя вода попадает не только в подъезды. Подтеки видны и в квартирах. Жильцы своими силами стараются улучшить ситуацию. Но, по их словам, все эти меры бесполезны. Значит, живу я здесь с 2011 года. И течет с 2011 года. И ничего не делается. Домовой совет нашел подрядчика, который готов отремонтировать крышу в рассрочку. Но решить этот вопрос без участия управляющей компании нельзя. Наша управляющая компания, директором которой является самой Елена Сергеевна, называется она специалист, ничем нам не помогает. В управляющей компании ответили, что подрядчик, которого предложили жильцы, не предоставил необходимые документы, а собранных средств недостаточно. Именно поэтому другие организации отказались от работ. При наличии отрицательного баланса средств по текущему ремонту управляющая компания не имеет возможности для предоставления недостающей суммы для проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт крыши запланирован только на 2032 год. Но холода придут уже через полгода. Да и дожди никто не отменял. И это жильцов беспокоит больше всего. Елизавета Кухарева, Богдан Дмитриев, Дон-24, Азов. На такси далеко не уедешь. Вернее, уедешь, но за это теперь придется дорого заплатить. За последний год средняя стоимость поездки по Ростову увеличилась на 25%. Валерия Жукова узнала у водителей и пассажиров, что они думают по этому поводу. Так, закажу-ка такси. Красноармейская, Магнитогорская. Ну, около 500 рублей. И это даже не час пик. В последнее время цены на проезд в такси стали значительно выше. Добраться из отдаленных районов в центр Ростова теперь влетит в копеечку. Многие недовольны такими изменениями. Мне правда дорого. Как часто пользуются сейчас? Из-за повышения цен, может, меньше стали? Вообще меньше, да. Но повышение цен, это, конечно, плохо, но приходится все равно. Ну, конечно, очень негативно. Хотелось бы, чтобы они были немножко поменьше. Мониторят изменения цен и органы госстатистики. Основной показатель – это стоимость одного километра пути. Если посмотреть период с мая 2023 года по май 2024 года, то удорожание стоимости проезда составило около 25%. В Ростовской области стоимость проезда в такси составила от 35 до 50 рублей за километр. Это ниже, чем в среднем по России и Южному федеральному округу. Самый высокий ценник в Ростове – около 43 рублей за километр. А самый низкий – в Волгодонске – чуть больше 27 рублей. Сейчас 17.00, час пик, дороги перегружены. Посмотрим, сколько стоит такси теперь. Например, из центра города в западный микрорайон. Ценник подскочил почти до 800 рублей по тарифу «Эконом». Похожа ситуация с поездками и в другие районы – Александровку, Левенцовку, Северный. Судя по онлайн-картам, на дорогах девятибальные пробки. Таксисты предполагают, что это один из факторов повышения цены. Не хватку водителей подтверждают и в пресс-службе одного из самых крупных сервисов такси. Назвали и другие причины повышения цены. На общую стоимость поездки влияет еще несколько факторов. Во-первых, это драматический рост цен на автомобили и их обслуживание. Во-вторых, нарастающий дефицит водителей, которые переходят в другие сферы. В-третьих, одновременно со снижением числа водителей, спрос на поездки в такси только за 2023 год вырос на 20%. Есть еще масса деталей, из-за которых цена на поездку может колебаться. От спроса и дорожной обстановки до погоды. Ситуации заинтересовались и ФАС России. Служба проводит проверку сервисов такси в части ценообразования и конкуренции. А водители, в свою очередь, советуют обращаться в поддержку, если есть проблемы с поездкой. Валерия Жукова, Максим Шапошников, Богдан Дмитриев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Помочь бизнесу развиваться в непростое время – одна из важных экономических задач. Депутаты Заксобрания области обсудили расширение льгот для инвесторов. Один из ключевых вопросов – как поддержать организации, входящие в особую экономическую зону «Ростовская». Подробнее о льготах предпринимателям расскажем в сюжете. Помочь бизнесу развиваться в непростое время – одна из важных задач для правительства Ростовской области. Губернатор Василий Голубев предложил расширить льготы для инвесторов. Парламентарии обсудили изменения в законе о региональных налогах. Мы вступили в активную стадию формирования проекта закона о бюджете на очередную трехлетку. И самое главное – наши возможности, наши доходы, ну и, собственно говоря, налоговые льготы, которые у нас работают на перспективу. Один из ключевых вопросов – поддержка организаций, которые зарегистрированы в особой экономической зоне. Для них предусмотрели льготы по налогу на прибыль. На первые пять лет резидентам особой экономической зоны предлагается установить ставку налога на прибыль в размере ноль, начиная с первого года получения прибыли. Последующие пять лет – это будет пять процентов. Говорили о продлении и других льгот, например, для организации на территориях опережающего развития Зверева, Гукова и Донецк. Первые пять лет такие предприятия не платили проценты по налогу на прибыль. Если закон вступит в силу, следующие пять лет платеж для них составит всего 10 процентов. Кроме этого, во время заседания комитет рассмотрел и одобрил отчет по бюджету на 2023 год. Сегодня мы рассмотрели итоги работы правительства области в плане исполнения бюджета за прошедший 2023 год. Перед этим мы внимательно рассмотрели этот законопроект на публичных слушаниях. Все институты, органы власти изучили этот документ. Естественно, получили мы предложение. Андрей Харченко отметил, что работа по формированию бюджета на 2025 год уже началась. Окончательное решение по всем этим вопросам примут на заседании Заксобрания 4 июля. Елена Сарксян, Елизавета Кухарева, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. Особое внимание малому и среднему бизнесу. Депутаты законодательного собрания обсудили доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе за прошлый год. Считаем работу уполномоченного этого института крайне важным, потому что этот институт соприкасается с той проблематикой, с которой сталкивается бизнес. За последние три года количество обращений к бизнес-омбудсмену Олегу Дерезье увеличилось в полтора раза. Это говорит о том, что аппарат уполномоченного эффективно помогает предпринимателям. Также отметили, что доля жалоб на контроль со стороны государства достигла исторического минимума. Сейчас их только 3%. Цель у нас одна – это улучшать инвестиционный бизнес-климат для того, чтобы предприниматели чувствовали себя как можно лучше в Ростовской области. Чем лучше себя чувствуют здесь предприниматели, тем выше рост экономики, тем лучше для всех жителей Ростовской области. Игорь Бураков добавил, донские власти стараются создать комфортные условия для бизнеса в регионе. Сократили количество проверок и документации. И меры, по словам председателя комитета, дают позитивные результаты, в том числе благодаря работе института уполномоченного. Вы смотрите новости на ДОН-24. Вот о чем еще расскажем далее. Самая главная помощь. Это позволит нам расширить наши диагностические возможности. Бизнес участвует в оснащении роддома в Таганроге передовым оборудованием. Почетна и завидна эта роль. Отбор был довольно-таки серьезный, тяжелый. 25 донских призывников будут служить в Кремлевском полку. Греческий след на побережье Таганрогского залива. Именно он возвел этот особняк для семьи. Как возникло село Маргаритова. В родильном доме Таганрога прошла благотворительная акция «Мир без слез». Меценаты вручили медучреждению сертификат на приобретение необходимого оборудования. Анастасия Изюменко узнала, какие возможности открываются с новой техникой. Ежесекундно датчики отслеживают жизненно важные показатели новорожденных при преждевременном появлении на свет. Дети могут весить меньше килограмма. Десятки лет назад победа в борьбе за жизнь таких малышей была чудом. Сейчас же это привычное дело. Наличие новейшего оборудования – гарантия удачной выписки из роддома. Закупают технику по нацпроектам, но помощь оказывает и бизнес. Так, в Таганрогском отделении патологий новорожденных благодаря акции «Мир без слез» появилось 12 новых лечебных аппаратов. Особенностью является этой программа то, что наш банк не диктует лечебным учреждениям, что они должны приобрести. А мы обозначаем обычно сумму, и на эту сумму больницы или клиники, или какие-то детские здравницы приобретают им именно в данный момент необходимое оборудование. Для Таганрогского роддома выделили 4,5 миллиона рублей. Для нас, я еще и житель Таганрога, для меня очень важно, чтобы люди могли прийти в хорошее учреждение, получить качественную помощь, самое главное, вовремя. И мы видим, что благодаря таким делам молодые мамы, будущие мамы убирают родительный дом города Таганрога. И они уже не уезжают с того места, где выросли. Это, наверное, самый главный результат таких маленьких дел, которые делают вместе бизнес, правительство Ростовской области и, безусловно, сами врачи. Два устройства еще в пути, но 10 уже помогают спасать жизни малышей. В отделении подключили новый дыхательный аппарат, мониторы слежения, неинвазивные системы диагностики желтух, приборы для размораживания плазмы, а также обеззараживатель воздуха. Это позволит нам расширить наши диагностические возможности. Это позволит нам расширить лечебные возможности для самых маленьких пациентов. Это от нуля до 28 дней. Ежегодно через отделение проходит 400 новорожденных. Треть из них – недоношенные. Пациенты здесь не только из Таганрога. Лечат малышей из Матвеева-Курганского, Куйбышевского, Родионово-Несветайского и Неклиновского районов. Анастасия Изюминка, Максим Шапошников, ДОН-24, Таганрог. 25 донских призывников направились в президентский полк комендатуры Московского Кремля. В этом соединении за 19 лет прошли службу более 500 наших земляков. По каким критериям отбирали юношей, узнали мои коллеги. Высокий рост, крепкое здоровье и устойчивая психика. Такими качествами должен обладать призывник, чтобы претендовать на место в самом почетном полку – комендатуры Московского Кремля. В этом году отобрали 25 кандидатов со всей Ростовской области. Именно этим юношам выпала честь представлять наш регион на самом высоком уровне. Это лучшие наши ребята донские, которые прошли очень жесткий отбор, как по физической подготовленности, как по состоянию здоровья. Должно быть рост не ниже 175 сантиметров, не должно быть ни привода в полицию, ни наколок на теле. В списке новобранцев Кирилл Сидоренко. Вслед за отцом, участником спецоперации, юноша тоже планирует связать свою жизнь с военным делом. Возможность пополнить ряды кремлевского полка – уверенный старт будущей карьеры. На самом деле это довольно-таки почетно, потому что отбор был довольно-таки серьезный, тяжелый. Мы справились, прошли все эти испытания, я очень довольный. А его товарищ Иван Арапов равняется на своих предков – ветеранов Великой Отечественной войны. После прохождения срочной службы в Кремле молодой человек планирует сразу же заключить контракт. Отбор был очень тяжелый, в несколько этапов. Очень тяжело было. Для меня это очень важно. Я специально планировал туда попасть, так как хочу дальше свою жизнь связать именно с этой службой. На протяжении 19 лет данские новобранцы пополняют президентский полк. За это время пройти службу там успели более 500 наших земляков. Весенний призыв в этом году стартовал 1 апреля, а завершится 15 июля. От Ростовской области вооруженные силы страны пополнят около 5000 юношей. Прямо, шагом, марш! Анастасия Челокьян, Ольга Молчанова, ДОН-24, Батайск. Продолжим выпуск. Село Маргаритово имеет не только красивое название, но и интересную историю, уходящую корнями на несколько веков назад. А особая атмосфера и живописные ландшафты привлекают художников. О первопоселенцах на Азовском берегу расскажет Маргарита Аликулова. Живописное побережье и особая атмосфера села Маргаритово несколько лет назад поразили ростовскую художницу Инну Федорову. Во время пандемии она искала дачу, чтобы создать мастерскую для себя и единомышленников. Так появилась артферма. Здесь творцы остаются наедине с идеями и природой, чтобы создать нечто новое. Сама Инна расписывает стены геометрическими узорами и ликами героев славянской мифологии. Здесь художники даже какое-то время живут и могут делать то, что в городе сделать невозможно. Ну, потому что нету пространства для творчества. Я имею в виду даже вот что-то собрать, что-то сделать трехмерное. В суете ты забываешь кто ты. А здесь, мне кажется, каждый становится, приезжая сюда, становится самим собой. На территории дачи художница обнаружила кирпичи со старинным клеймом, а позже увидела такие же в местном музее. Руководитель экспозиции Лариса Тарасова рассказывает, 250 лет назад в Приазовье переехала колония греков-албанцев. Разрешение на строительство получили от Екатерины II за участие в турецкой военной компании. Среди переселенцев был и Маргарит Блаза вместе с женой. Она, к удивлению, тоже звалась Маргарита. Он Маргарит, она Маргарита. Как назвать село? Маргаритовка. Но жизнь супруги оборвалась, когда ей было чуть больше 30. На Маргаритовском кладбище сохранили старинную плиту с ее могилы. На мраморной поверхности вырезаны звезды, круглоликое солнце и месяц. Все это символы принадлежности к знатному роду. Эпитафия сообщает, здесь землей покрыта, лицом, душою Маргарита. Такая ей цена от общества дана. В 1994 году старинную плиту и склеп местные жители обнаружили у моря. Сразу же вызвали экспертов. Труха, оставшаяся от гроба, и кости женщины, как нам сказал потом сотрудник музея, высокой женщины. Кости были в антропологическом порядке, не тронуты. И больше ничего не было. Ни тканей не осталось, ни волос не было. Набойка на каблук и костяная пуговица. А рядом с мраморной плитой стоит могильный камень Маргариту Федоровичу Сарандинаки. Внуку основательницы села, сыну моряка Федора Сарандинаки. Замуж за него вышла Мария, дочь переселенцев. Так в Маргаритова зазвучала еще одна диковинная фамилия. А неподалеку от кладбища расположился трехэтажный особняк с башней, высокими арочными окнами и балконом. Еще один свидетель жизни богатого греческого рода Сарандинаки – это лестница внутри особняка. На некоторых ее ступенях хорошо сохранилось клеймо с буквами «С», «Г» и «М», что означает «Сарандинаки» Георгий Маргаритович. Именно он возвел этот особняк для семьи. Маргаритовцы рассказывают, в этой усадьбе всегда кипела жизнь. До 1962 года здесь был детский дом, потом контора совхоза. Помещики Сарандинаки оставили при Азовье после революции. Кто-то уехал в Америку, кто-то во Францию. Но несколько лет назад в Маргаритово приезжал Петр Сарандинаки, потомок тех самых Маргариты и Маргарита Блаза. Живет в США, но путешествует по миру, чтобы больше узнать про свой род. Местные жители вспоминают, Петр был поражен морскими пейзажами. А еще приятно удивлен тем, что Маргаритово живет, привлекает внимание туристов и здесь помнят его род. Маргарита Аликулова, Алексей Покатило, Дон-24, Азовский район. Ростов-на-Дону в десятый раз встретила артистов международного фестиваля конкурса «Имена России». Победители получат путевку в гранд-финал, который пройдет этой осенью в Государственном Кремлевском дворце. В каких номинациях состязались участники, расскажет Виктор Леонтьев. Сила не только в единстве, но и в артистизме. А участников фестиваля конкурса «Имена России» этого хоть отбавляй. На протяжении года по всей стране проходили отборочные этапы и вот лучшие получили шанс показать себя в финале. Бороться они будут в нескольких номинациях. Вокальное мастерство, хореография, инструментальное исполнительство, сценическое и цирковое искусство. Главная задача фестиваля – найти и поддержать таланты. Я очень рад быть здесь и посмотреть на талантливую смену, которая растет. На площадке ДКТУ также прошли мастер-классы для педагогов. Круглые столы и творческие встречи с ведущими российскими экспертами в сфере культуры. Ни в коем случае не позволяйте себе отказаться от удовольствия быть на сцене, жить на сцене, работать на сцене, творить на сцене. Это то самое лучшее, что вы будете помнить всю свою жизнь. Мы в 2023 году проехали от Калининграда до Владивостока. Это 8 федеральных округов. Отобрали самых лучших. Самые лучшие сейчас сидят здесь в сале, выступят перед вами. Большой вклад в развитие внесло также и правительство региона. Так, в Ростовской области существует более 300 учреждений, где более 50 тысяч детей занимаются по уникальной системе. И развитие в этом направлении не останавливается ни на секунду. Я хочу пожелать всем вам успеха, пожелать побед, пожелать вам, чтобы ваша жизнь была всегда насыщена содержательно, интересными делами, которые вам по душе. Сегодня маленькая сцена. Когда-то придет время, когда вы станете на большой сцена, будете управлять, разницы нет, я уже говорил, какой-то стезей по своему направлению. Но эта площадка будет основой к тому, чтобы в этой жизни у вас все получилось. Дерзайте. У вас все получится. Верите себя. Победители получат путевку в гранд-финал, который пройдет этой осенью в Государственном Кремлевском дворце. Виктор Леонтьев, Роман Беркалиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на сайте don24.tv и в наших социальных сетях. В студии была Алла Локтионова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова